Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня поговорим про сравнение американской почты и российской почты России. Вопрос заключается не в том, есть ли в России почта. Вопрос в том, что вообще происходит. На вас что, вообще прекратила работать? Огонизирует? На моем канале тусуется изрядное количество разных патриотически настроенных персонажей, которые важно надувают счет и постоянно пишут всякий бред в комментариях, что Россия супердержава и так далее и тому подобное. Хочу, ребята, вас немножко разочаровать. Супердержава это та страна, у которой почта работает. А если вы отправляете из Москвы почту в Нижневартовск, а в течение месяца письмо не может дойти, как в моем случае, вот как раз вопиющий повод, почему решил это видео снять. Это означает только то, что у вас почта вообще ни хрена не работает, вообще перестала работать. Ну и вот вы мне это объясните. Как это вообще возможно в такой стране, если вы претендуете как бы вот на место супердержавы? Ребят, вы страна третьего мира. Если бы у вас работала хотя бы почта, еще о чем-то можно было разговаривать. Что касается Америки. Сам простой способ отправки почтовых отправлений USPS, United States Postal Service. Вот он замечательный офис. Я еще сюда подъехал. Отправка любой корреспонденции в любую точку США, ну за исключением удаленных точек, как то Гавайи, как то Гуам, как то Аляска. Это обычным, марочным способом. Вот я взял конвертик с марочкой, прилепил и отправил. Два-три дня. Три дня максимум. То есть вот сейчас я письмецо отправлю в конвертики и, соответственно, через три дня мой получатель в Kansas City получит это письмо. Все, три дня письмо приехало. С тем же успехом могу отправить его и в Чикаго, и в Нью-Йорк. Те же самые три дня. Если хочу быстрее, у меня письмо может дойти в течение вообще одного дня. Вот. Это вот как работает конвертик. У меня вот такой марочкой стоит 50 центов. Вот, пожалуйста. Если хотите более скоростной способ, заплатите пару долларов, в течение дня у вас письмо дойдет до, хоть до Нью-Йорка. Почта работает. Прием писем круглосуточно. Я даже могу из машины не выходить. Сейчас вам покажу. Вот подруливаем к почтовому ящичку. В данном случае вот у меня почтовый ящичек. Подруливаем прямо к нему. Не выходя из машины, я открываю окошечко. Беру свой конвертик. Сюда, кстати говоря, можно засунуть любое отправление, которое влезает по размеру. Все. Почта отправлена. Все. Через три дня она будет в Kansas City. Прелесть работы почтовых служб в США еще заключается в том, что есть выбор. Ездить, к примеру, в силу тех или иных причин вас не устраивает, к примеру, те тарифы и те сервисы, которые предлагает стандартная United States Postal Service, вы можете пользоваться альтернативными службами. Например, нахожусь в офисе UPS United Parcel Service. Это вот я сейчас приехал сдавать коробочку. Все, что нужно, это вот иметь уже оплаченный вот этот shipping label. И без очереди просто завести в офис эту коробочку, оставить на диске и уйти. Все. Никаких очередей, никаких битв с пенсионерами, которые приперлись получать свою пенсию или оплачать коммунальные услуги. Все быстро и нормально. Более того, по большому счету я мог заказать бесплатно забор вот этой коробочки. Мне бы утром приехал курьер UPS к моим апартаментам и, собственно говоря, забрал бы эту коробочку. Совершенно бесплатно, в удобное для меня время. Вот. Просто я тороплюсь и, естественно, когда оплачиваю этот label, написал, что я их звезу к ним в офис. Вот. Так работает почтовая служба США. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok